Доброго времени суток, дамы и господа. Сегодня 1 ноября, новый месяц, и стартанула новая торговая лавка. У нас имеется новая ежемесячная награда, и, конечно же, мы можем куда-нибудь выгодно потратить свои торговые жетоны на покупку маунтов, питомцев, игрушек и каких-либо там вещей для трансмагрификации. Но окей, тема видосика, как быстро получить ту награду, которую нам дают за ежемесячную полоску. Давайте вообще взглянем для начала на нее. Конкретно на Рыцаре Смерти я могу носить только одноручки, поэтому покажу одноручное оружие. Там еще дают посох и еще что-то будет. Слева, справа, все это показано, конечно же. Каков на свой вид одноручный меч? А вот такой он. Красивый, ну, такой себя. Но все равно, пассивно играя, активно играя, вы вылутаете эту ежемесячную награду, и, быть может, когда-то эти оружия будут вам актуальны. Что было сделано конкретно мной? Давайте полистаем и посмотрим. Выполните локальные задания в группе. Во время дополнительного события локальные задания. Кого-либо инвайтим, либо куда-либо джойнимся и делаем самое обычное локальное задание. Пять штук. Считаются локалки и на питомцев, и то, что на плотике поплавать. В целом все окей. В этом плане делаем быстренько пять локалок и готово. День мертвых. Появите борца. Покупаем костюм борца на кладбище своего города. И, юзнув его вместе с другим игроком, появляется экстра батон. Нажимая экстра батон, кнопку центральную, мы используем разные способности. Убив другого игрока, доведя его до лоу хп, нам засчитывается победа. Легко и просто можно с кем-то договориться. Потратьте 100 бодрости во время полетов на драконах. Летаем, жмем двоечку, единичку, кайфуем. Выполните пять локальных заданий. Можно миксануть с самым первым поручением. Любые локалочки. Делаем и кайфуем. Повысьте репутацию среди фракций драконих островов. Варим суп, юзаем баджики на репутацию какие-либо. Делаем квест на половинку искры уламских нифов. Способов масса выводить репутацию. Можно также локалки поделать, за которые дают репутацию. Улучшите предметы драконими камнями. Захарим на комнат твинка, улучшаем какие-либо предметы с драконьими камнями, которые лоу левела. Улучшаем какие-то вещицы на мейне с помощью драконьих камней. Легко и просто. Съешьте эпический или легендарный клыкарский суп. Как уже говорил ранее, суп варить это выгодно. Мы оттуда еженедельно можем вылудить мешочек алхимических приправ, который стоит тысяч где-то 50 на аукционе. И цена его возможно вырастет во время третьих крафтов, во время третьего сезона. Поэтому, конечно, суп варить каждым персонажам выгодно. И теперь кушать его тоже выгодно. А находится все это, конечно же, у них в деревушке. В лазурном просторе тут даже имеется особый значок. Повысьте навык классической кулинарии. Я зашел на воина, который ранее у меня являлся мейном до второй половины легиона. И на него это сразу засчиталось. Победите босса вне подземелий, на драконьих островах. Любой ворлдбосс. Абсолютно. Боссуал за него еще и голдишку дает, что в целом выгодно. Выполните локальное ПП здание на драконьих островах. Включаем вармод. Делаем локалку со скрещенными мечами. Например, вот она. Рядом с лагерем драконей экспедиции имеется «Как приручить дракона». В аддоне вот они, эти два мечика. Имеются. Сразу видно это локальное задание. Выполните еженедельные задания по изготовлению предметов. Заходим на разных твинков. Знания нужно было для профессии. И делаем всякие вот эти различные квестики на крафт предметов. Например, у кузнечного дела драконь и кузнечный молот. Это все засчитывается. И также 10 заданий, 25 заданий. Любые. Как локальные, так и самые обычные, так и на профы. Как-то так я и вылутал тысячу. В целом у меня ушло на это мало времени. Менее двух часов. Я еще ходил на всадника на стриме ради попытки пролутывания песика. Но он не выпал. Не повезло. Конечно, без всадника я бы сделал это намного быстрее. Уверен, вы сделаете там за полчаса или за час. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.